Спорт – это всегда соперничество. Всегда азарт, желание быть лучшим. Чтобы расти и развиваться, нужно обязательно участвовать в соревнованиях. Сравнивать свои результаты с результатами других спортсменов, конкурировать с ними. Также и в ориентировании. Соревнования могут быть личными, командными, а также лично-командными. В ориентировании существует большое количество разнообразных дисциплин. Как раз о них мы сегодня и поговорим. Начнем с того, что ориентироваться можно бегом, на лыжах и на велосипеде. Самая массовая и популярная дисциплина – конечно же ориентирование бегом. Но и другие не менее увлекательны. Лыжное ориентирование – это комплексный вид спорта, который собирает в себе лыжную гонку и спортивное ориентирование. То есть нужно помимо того, что вы очень быстро передвигаетесь на лыжах, еще при этом грамотно ориентироваться, чтобы успеть опередить своих соперников. Ориентирование происходит при помощи карты, компаса и, соответственно, есть сеть лыжней, из которых вам нужно выбрать свой путь. Трассы бывают совершенно разные. То есть есть скоростной участок, где можно передвигаться коньковым ходом довольно-таки быстро. А бывает просто на лыжня, например, накатана. Оно может быть такое, что предыдущие участники, которые ехали перед вами, решили срезать и оставили после себя еще один лыжный след. Вот в этот момент очень важно заранее продумать, как же вы будете двигаться дальше, потому что вот эти вот мелочи, они будут очень сильно влиять на тот результат, который вы получите. Также специальное снаряжение используется – это планшет, который чаще всего крепится в районе груди, чтобы руки были свободны и можно было спокойно передвигаться при помощи лыжных палок. Свой маршрут нужно продумать сильно заранее, чтобы на большой скорости, а скорость действительно на лыжи довольно-таки большая, повернуть в нужный поворот. Когда вы начинаете двигаться по какой-то определенной лыжне, свернуть с нее на большой скорости довольно-таки сложно. В начале своей туристической деятельности многие туристы пробуют свои знания ориентирования, ну, тоже в лыжном ориентировании, но оно проходит немножечко по-другому. Оно же не совсем спортивное, оно именно больше на ориентирование в лесу происходит. Пробуйте себя в разных видах, у вас все получится. Велосипед Вело-ориентирование отличается от обычного ориентирования, естественно, средством передвижения – это велосипед. При этом велосипед должен быть хорошо подготовлен к соревнованиям, технически обслужен. И самое главное, что проверяется перед стартом – это исправность тормозов. С неисправными тормозами вас просто не допустят на старт. Также существует куча специального снаряжения для вело-ориентирования. Ну, как минимум, это обязательно каска. Ну, а также свет. Ну, и плюс для вашего удобства используются специальные планшеты, на которые крепится карта во время движения по дистанции. На первый взгляд может показаться, что вело-ориентирование гораздо проще, чем обычное ориентирование, потому что ты катаешься на велосипеде и собираешь капешки. Но на самом деле не все так просто. Во-первых, дистанция, как правило, гораздо протяженнее. Во-вторых, выезд на шоссе, на дороге с улучшенным покрытием, на таких соревнованиях, как правило, запрещен. Поэтому мы передвигаем стоп по пересеченной местности. И эта пересеченная местность не всегда, в принципе, подходит для езды. Поэтому периодически случается так, что велосипед берется в руки и бежишь ты с велосипедом. Соревнования различаются порядком прохождения дистанции. Дистанцию можно проходить в заданном направлении, по выбору или по маркированной тассе. В школьные и студенческие годы я занималась спортивным ориентированием. И больше всего мне нравился такой вид, как спортивное ориентирование в заданном направлении. В чем его суть? В стартовом коридоре нам выдавали карту, на которой был отмечен старт, финиш, а также контрольные пункты. И между собой они соединены единой линией, которая обозначает последовательность прохождения дистанции. Собственно, согласно этим пунктам ты и ориентируешься. Если ты нарушаешь порядок прохождения контрольных пунктов или, к примеру, какой ты контрольный пункт пропускаешь, то твой результат не засчитывается и тебя автоматически снимают соревнования. Победителем в таких соревнованиях становится тот, кто пробежал дистанцию за самый короткий промежуток времени. Плюсы такого вида ориентирования и, наверное, именно почему я начала им заниматься, это потому что у тебя уже есть заданный маршрут и тебе не нужно ломать голову над тем, как бы его построить, чтобы не намотать лишних километров и при этом вложиться в контрольное время. Нужно просто очень хорошо ориентироваться и быстро бежать. Я расскажу про ориентирование по выбору, так как очень люблю данный вид проведения соревнований. Все стандартно. Участнику выдается карта, в которой отмечены контрольные пункты, место старта и место финиша. Но дистанция проходится в произвольном порядке. То есть вы сами решайте, какой контрольный пункт вы можете взять, какой вам по силам, а на какой у вас не хватит опыта или быстроты ног. Казалось бы, все просто. Есть карта и идем вперед собирать все контрольные пункты. Но есть некоторые особенности. Это варианты проведения данного вида соревнований. 1. Прохождение дистанции от старта до финиша с требуемым количеством контрольных пунктов или очков за наименьшее время. Например, вам нужно собрать 5 контрольных пунктов и не больше. 2. Следующее. Это набор наибольшего количества контрольных пунктов или очков за назначенное контрольное время. Например, 45 минут. Здесь есть некоторые особенности. За превышение контрольного времени вам назначаются штрафные баллы. Обычно за 1 минуту 1 балл. Ориентирование по выбору предоставляет участникам большую свободу действий и позволяет самостоятельно выбирать дистанцию в соответствии с собственными силами. Ориентирование по маркированной трассе. Оно заключается в том, что у вас есть карта. На карте отмечен точный маршрут, по которому вы должны бежать. И по пути следования, не отмеченные на карте, у вас будут кпшки. На эти кпшки надо отметить на карте. То есть вы их находите, отмечаете на карте, бежите дальше. Вот. Это первый вид. Второй вид заключается в том, что вам не нужно отмечать кпшки на карте. Вам нужно отметиться на них. Вы прибегаете, нажимаете чипом, отмечаете, что вы были на этой кпшке и бежите дальше. Вот. В этом суть, в принципе, маркированного ориентирования. Есть же так называемое трейл-ориентирование. Оно достаточно схоже с маркированным ориентированием, но разница в том, что там нет учета времени. Но также на карте отмечен маршрут. Вот. И ваша задача пройти по маршруту, найти свой кп. Но когда вы приходите на кп, там их может быть 10 штук, и они все разные. Вам нужно еще найти именно свое кп. И уже по баллам, которые вы набираете за время прохождения, вы, в принципе, получаете то или иное количество баллов, что приносит вам победу. Это и есть трейл-ориентирование. Подходит для всех, кто не готов активно двигаться, либо для людей с ограниченными возможностями. Традиционно соревнования проходят днем, но есть и отдельный вид. Ночное ориентирование. Ночное ориентирование отличается от дневного. В основном, временем проведения соревнований. Но не путайте их с дневными дистанциями, старт которым затянулся до суда. Главным фактором сложности здесь является темнота, так как поле вашего зрения ограничивается вашим фонариком. Чем он мощнее и меньше, тем удобнее вам бегать, искать ориентиры и подробные пункты. Из этого всего следуют повышенные требования к техническим навыкам спортсменов. Дистанциями таких соревнований ставится заведомо полегче. И такие полигоны часто ограничены со всех сторон крупными линейными объектами, чтобы в случае потери можно было вернуться на старт. На таких дистанциях нередко просыпается настоящая чуйка у спортсменов. Карта становится этаким тридцем глазом. Единственная возможность увидеть, что скрывается в темноте. На таких соревнованиях часто царит очень душевная атмосфера, а стартовая поляна является островком безопасности. Увидеть мелькающий луч света на дистанции вызывает чувство облегчения и радости. Во время бега мелькающие деревья, кусты и тем более найденные контрольные пункты вызывают особенно сильный подъем настроения. Но главное здесь сохранить спокойствие, ведь цена ошибки гораздо больше, чем в дневном ориентировании. Все перечисленные дисциплины утверждены правилами спортивного ориентирования. Именно по ним проводятся профессиональные соревнования. Помимо этого есть еще и много различных любительских видов спорта, в которых основной или одной из основных составляющих является ориентирование. Мы расскажем о некоторых из них. Рогейна – это соревнование, когда я получаю карту, и за определенное количество времени оно может быть очень разным. Это может быть 4 часа, 8 часов, 6 часов, 12 часов, 16 часов, 24 часа и даже 48 часов. Нам дается на то, чтобы мы собрали как можно больше контрольных пунктов. Причем мы можем это делать бегом, можем это делать на велосипеде. Есть разные категории. Вообще цель Рогейна – это набрать максимальное количество баллов из всех контрольных пунктов. И зачастую как раз-таки все контрольные пункты посетить невозможно. Каждый контрольный пункт имеет свою стоимость. Стоимость контрольных пунктов будет зависеть от удаленности, например, от места старта, от его труднодоступности, от удаленности, не знаю, там, по всей карте, разбросу карт в Рогейнах, используются исключительно наручные числи, компас и карта, выдаваемая на старте. Команды могут быть женские, мужские, а также смешанные от 2 до 5 человек. Но также встречаются, конечно же, Рогейны, где можно участвовать поодиночке. Мой любимый лично Витрогейн – это, конечно же, на велосипедах, потому что зачастую велосипед передвигается лично на мне, на моих плечах, и обычно это происходит где-нибудь в зарослях, его необходимо нести на себе, поэтому это очень интересно. И также, конечно, физически очень круто ощущать, что ты прошел достаточно длинную дистанцию и даже занимаешь призовые места. Действительно очень занимательно с велосипедом проходить все эти дистанции. Очень много контрольных пунктов ставится в труднодоступных местах, поэтому приходится велосипед нести на себе. И, конечно, чаще всего после соревнований мы вспоминаем моменты, когда мы реку переходим вброд и несем над собой велосипед, во враге спускаемся с велосипедом, в каких-то полях оказываемся. Бывают даже ночные соревнования, ночью, конечно, это тоже особый вид. Для этого нужны действительно очень хорошие осветительные приборы. Но если все это иметь, то в Рогейнах можно очень интересно разнообразить свою жизнь. Мультигонка — это отличная возможность проверить себя на прочность, а также отточить свои навыки ориентирования. Во-первых, потому что в мультигонках используются несколько типов карт, как правило. Топографические карты, спортивные карты, спутниковые снимки и так далее. Во-вторых, в мультигонках используют сразу несколько видов транспорта, что позволяет вам попробовать себя в нескольких дисциплинах. Это необычное нам привычное пешее наше ориентирование, это велоориентирование, ориентирование на воде. Также, если длительность гонки составляет 24 часа и более, сюда еще добавляется ночное ориентирование. К тому же на контрольных пунктах часто попадаются какие-то технические задания, которые требуют от вас не только хорошей физической подготовки, но также навыков работы с веревкой и снаряжением. Поэтому мультигонки являются достаточно серьезным испытанием, к которому нужно подготавливаться. Во-первых, нужно хорошо ориентироваться, чтобы не сблудить, потому что расстояние между контрольными пунктами, ну, скажем так, отличается от приличного спортивного ориентирования в большую сторону, а расстояние между контрольными пунктами больше. Поэтому возможность, соответственно, сблудиться также увеличивается. Ну и плюс нужна хорошая физическая подготовка и, как я уже сказал, навыки работы с веревкой и снаряжением. Спортивное ориентирование частично присутствует и в таких видах спорта, как спортивный туризм, GPS-ориентирование, радиоориентирование, геокешинг, является элементом многих квестов и познавательных игр. Например, Большое приключение в Сокольниках или очень популярное городское ориентирование с элементами кроведения «Бегущий город». Слышали о таком? В общем, вы всегда найдете, где применить навыки ориентирования. Пробуйте, учитесь, совершенствуйтесь. И помните, ориентирование — это на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова